Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на видеообзор от Паблита. Сегодняшний мой гость это фонарь, компактный фонарь. Модель называется T360M от известного производителя фонарей и аксессуаров фирмы Nightcore. Давайте познакомимся с ним поближе. Фонарь поставляется в блистере в корпоративных узнаваемых цветах черно-желтых. Спереди мы видим, хорошо можно разглядеть и включить собственно фонарь, видим краткие технические характеристики, видим что особенность этого фонаря кроме всего прочего это магнитное основание вокруг которого он крутится на 360 градусов с обратной стороны, краткое описание. Итак, давайте мы его аккуратненько извлечем и посмотрим что у нас находится в блистере. Находится у нас собственно фонарь и инструкция. Если вы покупаете у официального дилера, то вы получаете также инструкцию на русском языке и честную гарантию в пять лет, что согласитесь очень интересно. Итак, ближе к делу фонарь изготовлен из поликарбоната. Корпус собран на винтах. Спереди мы видим светодиод, кнопку включения и выключения фонаря, переключения режимов, лого. Сбоку мы видим гнездо micro usb, которое закрывается резиновой заглушкой. С противоположной стороны ничего нету. Магнитное основание представляет собой вот такой вот шаровой, назовем его суставом, в котором фонарь крутится на 360 градусов. Причем крутится он достаточно плотно, поэтому если он будет где-то прижат и будут вибрации, то под своим весом фонарь угол не поменяет. Итак, оптическая часть. Это высокопроизводительный светодиод, который на гора нам выдает 45 люмен. Встроенный литий-ионный аккумулятор до суток, практически 21 час, питает этот светодиод. Встроенный порт, я сказал, micro usb. Кнопка включения и выключения позволяет оперировать фонарем одной рукой. Три режима яркости, сигнальный свет, угол засветки порядка 100 градусов, ударопрочный, легкий, вот такой вот интересный фонарь. Размеры у него 59 миллиметров на 24 на 13 миллиметров, диаметр 35 миллиметров крепления и 20,5 грамм. Он практически действительно не весит. Вы видите, какая вот крошка. Итак, включение-выключение у нас происходит при помощи нажатия на кнопку, переключение режимов дополнительного нажатия, угол 100 градусов, фонарь светит достаточно таким вот размытым, приятным, равномерным цветом. Он ближе к холодному, на мой взгляд, но без такой вот синевы, достаточно приятный. Чтобы выключить фонарь, надо нажать и удержать кнопку. Как я показал, что выбор яркости переключения кратким нажатиям. Чтобы включить аварийные режимы, мы должны нажать два раза кнопку включения-выключения передач. Передач изведите, пожалуйста, фонаря. А переключение между режимами, их тоже три вы видите, происходит кратким нажатием кнопки. Чтобы выйти из этого режима, можно и нужно нажать на кнопку и также ее удержать. Все просто и понятно. Итак, на основные режимы нажали. Минимальный у нас 2 люмена 21 час, средний режим, сейчас еще роток, средний режим это 15 люмена час 45 и самый яркий 45 люмен. Это у нас 45 минут. Варианты. Как же у нас может крепиться фонарь? Кроме всего прочего, мы можем его поставить и направить свет куда нам угодно, то есть использовать основание как просто устойчивую платформу или использовать магнитное основание. Это может быть машина, элементы лодки, квадроцикл, в палатке найти металлическую часть или использовать для этого биндер. Вот. Также его можно прикрепить при помощи биндера и кепки. Вот. И потом уже направить куда необходимо свет. Такое вот простое вот решение позволит получить налобник. Также при помощи биндера мы можем использовать фонарь в качестве наручного. Таким вот образом. Вот. И подсветить себе, что вы делаете. В принципе, такая вот простая приспособа и таким вот образом расширяет функционал нашего фонаря. По поводу зарядки. Заряжается он при помощи microUSB разъема. Сейчас мы попробуем и посмотрим, как это происходит. Подключим к источнику питания. Резиновая заглушка плотно закрывает. Мы сейчас его откроем и подключим. Вуаля! Обратите внимание, загорелся красный светодиод. Где-то порядка двух часов и ваш фонарь будет заряжен и зеленый индикатор. Вместо красного нам покажет, что фонарь уже заряжен. В целом, подытожил. Фонарь интересный, фонарь простой, но при этом с достаточно продуманными режимами. Три яркости, три режима сигнальных. Переключаются легко и просто. Тактильно вы видите, вы сразу нащупаете кнопку. Здесь сбоку есть по вот таких вот по три выпуклости, которые прямо ложатся под палец. Форма фонаря такая вот удобная. Переключается легко и просто. Заряжается от любого источника с гнездом USB. Единственное, что бы мне хотелось бы, чтобы в комплекте шел шнурок. Возможно, производитель это учтет, но его стоимость, гарантия в пять лет, нивелирует эти мелочи. Я думаю, что такой фонарь будет хорошим подарком, хорошим подспорьем в ЭДС наборе, дома, в машине, на рыбалке. Его можно всегда прикрепить благодаря этой платформе и выставить нужный угол. Более детально о этом фонаре и других изделиях вот на этой коре я расскажу о своих обзорах. Читайте блог, подписывайтесь на видеоканал. У нас каждый день новые новости. Спасибо, что остаетесь с нами и всего вам самого наилучшего. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова